Тему развития атомной энергетики в стране продолжено обсуждать с нашим экспертом. У нас на связи из Курчатова Нуржан Мухаммедов, начальник отдела разработки и испытаний реакторных устройств Института атомной энергии Национального ядерного центра. Приветствую вас, Нуржан Иролович. Слышите меня хорошо. Здравствуйте. Да. Да. Ну, тема АЭС в последнее время порождает много спора в обществе. Чем ближе дата референдума, вот 6 октября тема активнее это обсуждение. Те, кто против строительства АЭС, чаще поднимают, конечно, вопросы безопасности при ее строительстве и эксплуатации в будущем. Вы, как эксперт, наверное, прольете свет на некоторые вопросы. Вот когда говорят, что в некоторых развитых странах строится АЭС, предполагается, что там используют реакторы нового поколения. Какие предлагают нам в случае, если мы будем строить АЭС в Казахстане, уже есть понимание? Да. На сегодняшний день все реакторы, которые строятся, строят разные страны. Это реакторы третьего 3-плюс поколения, которые являются крайне безопасными. Безопасность у них является, считается, активная и пассивная. Но если раскрыть, что такое пассивная безопасность? Пассивная безопасность – это та безопасность, которая работает без вмешательства человека, без вмешательства оператора. Этот реактор может охлаждаться в течение 72 часов без вмешательства человека. Кроме того, тут в безопасности реактора заложена глубокоэшелонированная безопасность, так называемая. Она начинается от самого топлива, заканчивается самим корпусом реактора. Контейнмент – это металлическая капсула такая, да, и само здание реактора. Это корпус реактора, который выдерживает падение самолета. Ну, а сам реактор выдерживает землетрясение 8-9 баллов. Реакторы советского периода – это новейшего поколения идет речь. О них для несведущих? Это реакторы 3, 3 плюс поколения, а те, которые строились ранее – это реакторы второго поколения, коммерческие реакторы. Потому что у нас часто эксперты путают. Ну, мы, понятно, обычные люди вообще в этих вопросах ничего не понимаем. Нам нужно знать, что есть люди, которые понимают, что делают. Ну, вот для того, чтобы получить уран для АЭС, сначала его нужно добыть, переработать. На каждом этапе ядерно-топливного цикла есть какие-то отходы, экологические риски, радиационные загрязнения. Вот когда реактор отработает, его тоже надо вывести из эксплуатации, очищать, куда-то девать радиоактивные материалы. Для этого требуется и десятки лет, и много миллионов денег. Где будет храниться отработанное ядерное топливо будущей АЭС у нас, и какой будет вообще объем этих отходов от такой одной станции? По части эксплуатации самих ядерных реакторов, эксплуатации атомной электростанции, сам срок эксплуатации, он достигает 60 лет. По достижению этого срока, срок эксплуатации может быть продлен до 20 лет, и другой – это 80 лет. Да, конечно, накапливаются как отработавшие ядерные топливы, как и радиоактивные отходы. Но отработавшие ядерные топливы – это не является радиоактивным отходом, это является будущим топливом для реакторов четвертого поколения, которые сейчас разрабатываются. Которые нацелены для того, чтобы замкнуть ядерный топливный цикл и использовать уже, можно сказать, безотходное использование того, что у нас сейчас есть. По части обращения с радиоактивными отходами, также с отработавшими ядерным топливом, Национальный ядерный центр имеет большой опыт в той части, как использовать эти отработавшие ядерные топливы и как работать с радиоактивными отходами. Так как на данный момент отработавший ядерно-топливный реактор БН-350, который работал в городе Австал, являлся опреснителем, топливо этого реактора на данный момент хранится на одной из площадок Национального ядерного центра. Присмотром АГТ, в котором проводится постоянный мониторинг, хранение крайне безопасное. Безопасное как в части радиоактивной безопасности, так и в части здоровья людей и так далее. Конечно, если перейти к части отходов, то тепловая электростанция выделяет больше отходов, нежели сама атомная электростанция. Но и нахождение рядом с атомной электростанцией безопаснее, чем находиться рядом с тепловой электростанцией, так как радиоактивный фон рядом с атомной электростанцией намного ниже, нежели в тепловой электростанции. Но тем не менее, радиофобия у нас, да, вот что с ней делать, она есть и существует, отрицать мы не можем и связано это с импалатинским полигоном, да. Минэнерго утверждает, что, ну, аварии на АЭС нового поколения, да, о которых вы говорите, случаются очень редко, риски их минимальные, как для населения, так и для экологии. Но все-таки, если более критично отвечать на такие вопросы, что вы думаете по этому поводу? Ну, в части самой вероятностной аварии, да, что эти реакторы, у них вероятность возникновения аварии, это в 10 минус в 6-7 степени, это в 10 миллионов лет одно событие. Соответственно, именно возникновение аварийной ситуации, это вот крайне, можно сказать, невозможный вариант, да. Но в части самой безопасности, то, что реактор, вот он спроектирован так, что не будет человеческого фактора, да, в части того, что неправильное действие операторов и так далее. Ну, и кроме того, вот если вспомнить там Чернобыльскую аварию, аварию на Фукушиме, что получилось расплавление топлива и расплав топлива, он распространился, да. Тут в части, это гипотетическая тяжелая авария с плавлением активной зоны, то, что если активная зона этого реактора расплавится, то она попадет в ловушку расплава, бетонную ловушку, в котором все это локализуется и останется в этом месте. Ну, кроме того, в этом реакторе существуют такие системы безопасности, как система разбрызгивания бористой воды, которая переводит в реактор безопасное состояние, так как бор является погодителем нейтронов, и после поступления вот этой жидкости в активную зону реактора, то реактор переводится в безопасное состояние, то есть цепно-ядерная реакция деления прекращается, и реактор останавливается. Ну, Нуржан, вот если подытожить, как вы думаете, все-таки вы в этой сфере друг друга все знаете, насколько у нас достаточно специалистов такого уровня обслуживать, да, такие АЭС, и что в будущем сейчас уже, какая платформа, что делается для того, чтобы, наверное, больше профессиональных кадров было в нашей стране, потому что сейчас есть проблема, кто будет обслуживать. Ну, это больше не проблема, это больше вопросы, да, что кто будет обслуживать, кто будет работать на атомной электростанции. Для нормальной эксплуатации атомной электростанции, которая имеет два энергоблока, необходимо 2000 человек. Из них 400 человек это те люди, те специалисты, которые имеют образование в части ядерной безопасности, технической физики, ядерной физики, да. На данный момент в Казахстане есть две организации, да, это первая, это Национальный ядерный центр, второй, это Институт ядерной физики. Эти два предприятия имеют у себя на балансе исследовательские ядерные реакторы. Национальный ядерный центр успешно эксплуатирует два исследовательских реактора. Институт ядерной физики эксплуатирует один реактор, реактор ВВРК в поселке Алатау. Но хочу сказать, что принцип работы ядерного реактора, пускай это будет исследовательский реактор, либо это будет энергетический реактор, никаких сильных отличий нет. Поэтому люди, которые работают в этих двух предприятиях, они успешно эксплуатируют эти реакторы. Но если перейти к подготовке кадров, то какие вузы у нас подготавливают кадры, то в Казахстане достаточно высших учебных заведений. Если перечислять, это Национальный университет имени Альфа-Араби, это Национальный университет имени Гумилева, это Восточно-Казахстанские два университета. Это университет имени Сирикваева и университет имени Манджуова. Кроме того, в городе Семей есть университет имени Шакарима, в которых есть специальности, как техническая физика, ядерная физика, материаловедение. Студенты, выпускники этих учебных заведений ежегодно проходят практику как в Институте атомной энергии, в Национальном ядерном центре, который повышает свой уровень знаний, трудоустраиваются. И ежегодно также проходят в зарубежных странах стажировки именно по улучшению своих навыков. Я понимаю, да. Спасибо вам большое за объемные ответы, Нуржан, потому что иногда говорим о том, что однобоко подается информация, мы все говорим за, мало обсуждаем о рисках. Поэтому я считаю, что в этом вопросе мы, как казахстанцы, должны честно говорить обо всем, как есть, чтобы завтра не искать виноватых, как говорится, если будет кого искать вообще. Спасибо большое. Нуржан Мухамедов был с нами на связи. Начальник отдела разработки и испытаний реакторных устроев Института атомной энергии Национального ядерного центра. Продолжение следует...